Выносится Христа, выносится крест, поклонение Ему, воспоминание тех событий, когда в первые века христианства было так, что болезнь, моровая язва, сегодня у нас чума там где-то какая-то, эбола или что-то знает, вакцину вырабатывает, тогда не было этого. И чтобы остановить эту болезнь, то износили крест. Происхождение счастливых древ, говорит, что не то, что они как-то произошли из ничего, а именно, что износили их и делали крестные ходы. И болезнь эта язва останавливалась. И сегодня церковь нам еще напоминает нам о том, как мы твердо должны хранить веру нашу православную. И нам приводится в пример, это еще было за 166 лет до Рождества Христова, когда языческий царь принуждал иудеев, принять язычество. И всего-то нужно было только, что покушать мясо свиное. Но это запрещалось. По отеческим преданиям, иудеев запрещалось это делать. И вот были взяты на мучения семь сыновей, матери одной, Соломонии. Каждого из них, начиная со старшего, говорили, отрекаешься, он не отрекался, мучили. Мучили жестоко, перебивали голени, руки, четвертовали. И, наконец, последний, младший, мучитель говорит матери, образуем его, ты останешься одна. Как говорят, на снег он будет стакан воды подать. И она подошла и встала на своем родном языке, говорит ему, сын мой, я не знаю, как ты зачался в утробе моей. Это Бог тебя основал. И сегодня ты будь только верен до конца. Уйдешь, Господь там воскресит тебя. Только будь тверд в вере, сын мой, а мучитель думает, что она уговаривает его, чтобы он исполнил его желание. И, наконец, на ее глазах замучивает последнего ее сына. И она, говорит, умирает. Ее не мучили, говорит, она умирает последняя. И старец Ильазар, учитель, в преклонных годах был. Его взяли так же, ему говорят, ты покушай только, откуси немножко кусочек свиного мяса. Друзья его, он был почитаемый, друзья, которые уже уклонились от веры, его говорят, мы приготовим баранину. Но ты будешь как будто бы свиной. Все думают, что это свиное мясо, на самом деле это будет баранина. Поэтому ты покушай. Он говорит, и вы меня соблазняете, чтобы все подумали, ах, старец Ильазар. И преклонных-то и в годах нас учил быть твердыми в вере. А сам, то есть я буду соблазном, говорит, для народа, да не будет этого. Друзья отступили, и он так же был замучен. Вот это сегодня церковь нам представляет и это на память. Чтобы те люди Ветхого Завета, которые жили только надеждой, что придет Спаситель Искупильник, когда-то придет, когда никто не знал, но ожидали, что должен прийти Он. А мы-то живем уже под благодатью. Мы знаем, что Он пришел, воскрес и нас воскресит. Мы имеем Слово Его, которое Он говорил к ученикам и нам с вами. Мы все это имеем. Поэтому да утвердит Господь нас в вере. И будет нам всегда примером эта память этих святых мучеников Маковеев. Аминь. Сейчас вы не стойте, я освящу там, и тогда будем прикладывать себя к Христу. Господу поволимся. Задыка Господь в нас твоя, а твоей приносите тебе подлежащим, кому же помилевое вечно в твоих благ, в воздаяние им дасимдавы. И же вдове посиле приношения благодоводно приемые, примененные и непринесенные от рабов твоих здесь предстоящих и молящихся, в вечно в твоих сокровищах возложитеся с таким способе, даруя мирских Твоих благ, обильное восприятие со всеми полезными Ему, яко благословися Твоими, Прославися Твои Царства, Отца и Сына и Святаго Духа, вене пресны, во веки веков. Аминь. Благословляйся, освящайся, приношений, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословляйся, освящайся, приношений, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе!